Чуть ли не месячная норма за одну ночь. Именно столько выпало снега в столице. Москва оказалась парализована, сугробы гигантские. Пешеходы с трудом передвигались по тротуарам. Водительские, кому еще удалось откопать свои машины и выехать из дворов, утром встали в девятибальных пробках. Корректива непогода внесла и в работу аэропортов. Как говорят метеорологи, по количеству выпавших осадков побит рекорд 66-го года. Как будто на Москву во второй день весны обрушилось все, что не выпало за февраль. Что творится в городе сейчас, узнаем нашего корреспондента Кирилла Брайнина. Он на прямой связи со студией. Кирилл, ну что, снег уже не такой, ситуация улучшается. Здравствуйте, Валерия. Вот мы сейчас находимся на Сущевском валу. Это участок Третьего кольца. Здесь еще буквально минут 10-15 назад стояла пробка, совершенно глухая в обоих направлениях. Но, как вы можете сейчас видеть, снег тает, и машины поехали. Движение плотное, но все-таки оно есть. Ну, а вообще сегодняшний ночной снегопад оказался рекордным не только за всю зиму, но, по словам метеорологов, ничего подобного не было последние 60 лет. Уже в 7 утра сервис Яндекс.Пробки оценивал ситуацию на дорогах в 9 баллов. Город буквально встал. И те, кто все-таки сегодня решился сесть за руль, добирались до работы по несколько часов. Обычно я вот с утра в университет езжу лекцию читать, где-то минут 15 занимая дорога. А сейчас объездными путями минут 40 добирался. Еду с Киевской где-то час назад, ехала больше часа, дороги не очищены. Ехал с утра на машине, 3 часа простояли, вот опознал на работу. Уже подсчитано, что длина московских пробок сегодня, если их все сложить, растянулась по километрам от Москвы до Рима. Тоже своеобразный рекорд. Пешеходам, впрочем, было не легче, чем водителям. Многие тротуары коммунальщики тоже не успевали расчистить. Да и наземный общественный транспорт, автобусы, троллейбусы тоже застревали в снегу. Я вот из дома еду к врачу. Я никак ползу, видите. Вот он двор, я шла минут 15, где-то 2 минуты идти. Тяжело, конечно. Скользко, скользко. Ну, дворники во дворе немножко чистят, пока больше не видела. В мэрии сегодня рассказали, что улицы убирают почти 14 тысяч единиц специальной техники, но с таким количеством снега справиться, конечно, сложно. К утру выпало больше 70% месячной нормы осадков, но городские власти обещают сделать все возможное, чтобы расчистить город как можно быстрее. Стараемся ликвидировать последствия сильнейшего за всю зиму снегопада в кратчайшие сроки. Помимо техники привлекаем в том числе строителей. Сложная ситуация этой ночью была и в московских аэропортах. В общей сложности были задержаны больше 100 рейсов. Но сейчас и Шереметьево, и Внуково, и Домодедово работают в обычном режиме. Ну, а синоптики обещают плюсовую температуру и мокрый снег, переходящий в дождь. Ближайшую ночь будет продолжаться умеренный мокрый снег в пределах Москвы и Московской области. Завтра днем осадки небольшие. Сегодня циклон отошел на северо-восток Центрального федерального округа. Поэтому интенсивные осадки ожидаются в Ярославской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Рязанской областях с гололедом и ветром до 18 метров в секунду. Ну вот кто рад такому весеннему сюрпризу, то это, конечно, дети. Снег лепится отлично, так что пока не растаял, можно успеть много слепить снеговиков и разных других фигур из снега. Но тает довольно быстро, так что, возможно, к вечеру придется запасаться резиновыми сапогами, если, конечно, не подморозит. Валерия? Ну, по прогнозу, вроде как не подморозит, так что, наверное, все-таки резиновые сапоги. Кирилл Брайнен о ситуации в столице. В Москве ликвидируют последствия сильнейшего снегопада. Продолжение следует...